Владимир Александрович Зеленский, мы студенты факультета управления и политики МГИМО. Обращаемся к вам как к человеку, который ответственен за судьбы десятков миллионов украинцев. Уважаемый Александр Владимирович, дорогой наш командир, наставник, защитник и батя, молодежная платформа общественной организации «Оплот Донбасса» поздравляет вас с днем рождения, с которыми нас связывает тысячелетняя история. Мы и есть один народ. Уже вторую неделю в украинских городах идет спецоперация вооруженных сил России. Она должна положить конец войне, которая началась 8 лет назад на Донбассе. Ваш дед бок о бок воевал с нашими дедушками, чтобы победить чуму нацизма и спасти будущее своих внуков. Мы хотим жить с нашими украинскими сверстниками в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками. Вы как-то нам сказали, что придется через многое пройти. Мы готовы дойти с вами до самого ада и с достоинством преодолеем все, что уготовано нам с судьбой. В 2019 году, во время выборов на Украине, вы обещали, что положите конец войне на Донбассе, где такие же ребята, как и мы, Желаем вам долгих лет в добром здравии и всегда быть на коне. Такие же ребята, как и мы, годами жили под обстрелами и бомбежками только из-за того, что они русские. Мы готовы дойти с вами до самого ада и с достоинством преодолеем все, что уготовано нам с судьбой. Нас МГИО всегда учат, что там, где заканчивается дипломатия, начинается война. Мы считаем, что конец войне положит именно дипломатия. Президент России объявил, что для стабилизации ситуации на Украине необходимы деноцификация и демилитаризация страны, подтверждение нейтрального статуса Украины и признание суверенитета России над Крымом. Клянемся своей честью, что в мире и войне всегда и везде будем служить своему государству. Наши вооруженные силы не убивают мирных граждан. Мы готовы дойти с вами до самого ада и с достоинством преодолеем все, что уготовано нам с судьбой. Это дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются. Наши деды победили чуму нацизма не для того, чтобы она снова подняла голову. Отцов я знаю в мире много и не один есть господин. Россия никогда не бросала своих и никогда не бросит народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Поэтому найдите себе мужество и сделайте то, чего ждут от вас наши народы. Мы готовы дойти с вами до самого ада и с достоинством преодолеем все, что уготовано нам с судьбой.